Те события, которые сейчас происходят на Украине, на Майдане, то есть они получают отражение у нас, в нашей политике, в нашем законодательстве. И, к сожалению, тенденция такова, что в нашем кодексе появляются такие статьи, которые появляются благодаря определенным событиям. Событиям же на Узене появляется статья, которая сейчас грозит лидерам НПО, грозит тюремному заключению за то, что они распространят информацию. После девальвации, когда распространили информацию по СМС, теперь появляется статья о заведомо ложной информации, где грозит санкция 12 лет. Поэтому в нашем, к сожалению, Уголовном кодексе появляются статьи благодаря каким-то событиям, людям, явлениям и так далее, но не тенденции. То есть появляются постановления, которые в корне противоречат Конституции, нашей Конституции. Мы уже не говорим о тех международных документах, которые ратифицировал Казахстан, где есть свободное выражение мнения. Хотя бы наш основной закон – Конституция, где статья провозглашает право на свободу слова. Именно это постановление, оно провозглашает цензуру. То есть, да, оно указывает журналистам о том, как им не стоит делать, что перед тем, как они должны подготовить материал, перед выходом материала обязательно должна проходить цензура. И это, к сожалению, не последний факт. Да, то есть это происходит довольно последние несколько лет. То есть тенденция законодательства такова, что гайки все больше закручиваются и закручиваются. То есть, вы знаете, сейчас разрабатывается Уголовный кодекс, то есть, да, уже прошло слушание. Рассматривается проект Кодекса об административных правонарушениях. И можем отметить, что тенденция такова, что, как бы мы, правозащитники, не говорили о том, что нужно, да, декриминализировать клевету, да, что свобода слова Казахстана должна быть. В Уголовном кодексе эта статья остается, да, то есть клевета остается. Кодекс об административных правонарушениях, он практически с такими же санкциями, он также против СМИ остается. И что отрадно, что эти все статьи, они работают на практике. Мы, последние события, да, что связано с журналисткой в Актобе, да, то есть это первый случай, нонсенс, когда в качестве мер пресечения выбран, да, арест, то есть против журналистки, который сейчас находится в Киеве, Украине. То есть тот же самый Валерий Сурганов, которого сейчас привлекает достаточно, ему грозит достаточно серьезная санкция, поскольку его обвиняют не просто в клевете против, да, судим, но еще и в организации преступной группировки, да, то есть ОПГ, и это достаточно серьезное обвинение. Тот же самый случай с мегаполисом, 16 миллионов размещения морального ущерба, о чем мы говорим? То есть это все приводит к тому, что в Казахстане не будет свободной прессы, да, то есть журналист, он прежде чем будет писать, да, давать там какие-то, ну, готовить материалы, он всегда будет думать о том, что они посадят ли его завтра в тюрьму, да, потому что это законодательно, и все законодательство, оно способствует этому. О какой декриминализации сейчас может быть речь, если вот вы сейчас такие статьи пишете, а вы завтра будете обвинять, там, по этой статье вы знаете, что у нас есть клевета, дальше клевета в отношении президента, депутатов, там, судей и госорганов и так далее, и так далее. И будут говорить, да, могут быть, о какой декриминализации может быть сейчас речь идти, да, но на самом деле, мне кажется, это достаточно-таки серьезный, и причем вся эта тенденция, она откидывает Казахстан назад, то есть мы не идем вперед, да, не становимся демократичными, нас просто откидывает назад, и, к сожалению, это так. Субтитры создавал DimaTorzok